стой не перематывая канал реактив действительно заслуживает твоего внимания когда только увидел его канал мне уже стало страшно за то насколько качественно этот парень делает свои ролики и это даже не рекламный текст я говорю правду он действительно старается над каждой мелочью в ролике и снимает занимательные видосы на всевозможные интересные темы причем не только это ф2 посмотрите хотя бы его последний ролик и поймете что я не вру кстати в этом ролике он разыграл сет на солдата стоимостью в внимание 40 с лишним ключей я даже не знаю что еще добавить у автора канала безусловно есть не маленький талант в производстве роликов так что скорее залетай на его канал в числе первых по ссылочке в описании всем привет во первых до разраб тфки который находился с игрой с самого ее начала на днях пофиксил проблему лакботов и пока что их в казуале нет этот ролик все еще к счастью или к сожалению актуален так как по словам самих кодеров этот фикс ненадолго и есть еще ту его хуча лазей которые позволят нагнуть как игру так и сервера и так буквально на прошлой неделе я смог связаться с одним из юзеров лакботов чтобы спросить его о новой напасти в казуале сначала я задал ему вопросы которые волновали именно меня ну а потом перешел на вопросы которые вы задавали под тем постом в сообществе сейчас рассказывать что такое лакботы не станут так как я уже делал ролик на эту тему кто хочет узнать добро пожаловать по ссылочке справа вверху а мы пока что начинаем с тех вопросов которые задал ему именно я первые сколько примерно людей на момент в вашей команде и много ли среди них русских вообще среди людей защих катхук и находящихся в чате около 41 процента англоговорящие честно говоря за все время встречал одного двух русских человека от силы но повторюсь это именно люди использующие чит всех в команде разработчиков я и сам не знаю если честно но лайт кэт является главным разработчиком первое фото его аватарка в телеграме и добавлю от себя именно в ролике интервью с разработчиками читов я использовал как раз таки материалы лайт кэта которого я замазывал я так понимаю что замазывал зря так как они особо и не пытаются как-то скрыть все это и так далее второй вопрос каким образом достигается краш сервера и как это влияет на сам сервер ну раньше это можно было совершать массовым спамом команд в чате сейчас имеется всего пара способов как это можно сделать без специальных программ на большинство из них приватны и используют их очень узкий круг лиц какова цель вашей команды чего вы хотите добиться с помощью ботов она на самом деле никакой цели нету некоторые используют ботов просто для развлечения некоторые с какой-либо целью даже для пиара своих услуг в реальной жизни используя чат в игре ps вспоминаем продажу бонусов в пятерочке но изначально и скорее одна из самых первых важных задач это желание обратить внимание вэлф на их неоправданно забытую игру четвертый вопрос возможно ли подобный дудо серверов сообщества если да то почему такого не происходит да такой додос возможен но есть одно большое но это слишком затратно и муторно во первых на сервах сообщества есть модерация которая очень быстро будет банить ботов если использовать способ с ботами и во вторых на таких сервах зачастую стоит отдельный античит под обход которого боты не заточены тут как я и говорил официальный матчмейкинг и казуал вэлф хуже чем сервера сообщества как такое вообще возможной когда этого игра докатилась я лично не понимаю следующий вопрос почему такую же систему дудоса не ввести в других играх вэлф скажем в той же кс у них более защищенные сервера тут я с тобой не соглашусь в кс появился краш сервера еще в восемнадцатом году потом его пофиксили совсем недавно он заработал вновь вообще говорить прямо я уже давно занимаюсь читами для кс го и давно варюсь во всей этой теме как я знаю существует пара приватных способов краша серверов кс это очень закрытая штука и по некоторым слухам краш серверов кс го существовал еще очень давно задолго до восемнадцатого года но о нем знали лишь единицы что должно произойти чтобы все это закончилось ну если вспомнить изначальную идею желание обратить внимание вэлф на их творения можно предположить что это прекратится на самом деле этого не произойдет когда валевы пофиксят античит и начнут упорно заниматься не только кс дотой но и тфкой но на деле этого не произойдет все и так будут творить бред и крашить сервера на самом деле за этот момент мне особенно обидно потому что даже если вы что-то сделает и выпустит скажем новые контракты все равно даются люди которые будут крашить сервера использовать чит и мешать игре потому что античит обновлять вэлф как я лично подозреваю не собирается и наверное никогда не будет но чуть подробнее об этом аспекте уже ближе к концу ролика реально запускает на одной системе более чем одного бота и если да то насколько они оптимизированы относительно пожираемые оперативки да безусловно реально сейчас каждый бот жрет один гигабайт оперативной памяти но наш кодер усердно работает над уменьшением этого количества и также юзер прислал мне несколько интересных скриншотов того как это все выглядит изнутри так что я готов поделиться ими с вами вот как это все выглядит изнутри как это все выглядит от лица того кто запускает ботов на своем пк заметьте что на этом скриншоте он прописал в какую-то консольку что ли команду таунт и все больше начали таунтить так что управление ими довольно гибко и можно задать им хоть что в принципе хоть какую команду но и так же он добавил немного информации от себя вот дополняет по поводу часов на тф сейчас один сам популярных и долгоживущих часов является мне пришлось замазать чтобы зрители сразу не начали его покупателя пытаться скачать бесплатно получив при этом кучу вирусов на свой пока в нем есть все те же самые функции что и в кат хуки но краш серверов как я помню но это не точно появился там раньше также существует конфликт не только на снайперов ботов но и на медиков хэви и инженеров да да можно полностью застроить спавн или точку турелями и никто не сможет пройти также большинство читеров используют софт на своих основных аккаунтах с шапками и дорогими скинами это у них такой фетиш минутка языка знания от валдоса на самом деле правильно говорить фетиш нас так учили на язык озе но я не могу говорить фетиш я говорю фетиш поэтому но правильно фетиш да по поводу телеграм-канала кстати я не утверждаю что абсолютно все эти 400 человек используют кат хук я вообще не знаю откуда столько взялось я вступил в проект когда в чате было от силы пять человек ну и после этого диалога мне стало немного не по себе то что я узнал все что хотела при этом ваши вопросы остались бы не отвеченными поэтому я создал тот пост в сообществе сказал вам набирать лайки под самыми годными и интересными вопросами так и вышло и спасибо за такой интересный актив прочитал все и выбрал самые интересные вопросы которые ему потом не докинул начинаем ваши вопросы 1 и я с ним полностью согласен неужели тф2 превратилась в поле для экспериментов по использованию этих чит ботов ответ как и все игры вэлф но вообще можно и так сказать то есть получается что тфк действительно стала полем для экспериментов кодеров модеров различных бота юзеров и это крайне обидно на самом деле второе не боитесь ли вы что вэлф как-нибудь может подать в суд за ваше действие вам придется отвечать ответ конечно нет вэлф не зачем это делать да если даже они станут это делать ведь для них тф это лишь продажа шапок и ключей и на самом деле ответ это очень жизненная тема потому что для вэлф реально тфк превратилась просто в дополнительный приток прибыли причем не такой даже большой и важный поэтому на него можно просто положить потому что игра старая и по сути ну в какие-то топы сейчас выбиваться не будет даже при каком-то обновлении на которое тоже нужно же тратить деньги поэтому я такой типа сколько денег можно получить залог ботов или это бесплатно и по собственной инициативе ответ это все делается по инициативе добровольцев никаких денег далее если вэлф выпустит крупный апдейт прекратится ли подобный дудос серверов даже если они не изменят античит ответ думаю нет ведь для некоторых это просто способ отдохнуть и развлечься миссия людей в казуале и тем более всегда можно найти обход но по первоначальной задумке мы должны будем прекратить это но не все согласятся прекратить дудос серверов и сотворение хаоса в казуале ведь для некоторых это уже стало привычным способом игры на самом деле это страшно единственно что я могу сказать то что вэлф нужно сначала обновить античит пофиксить все баги и так далее на что уйдет ту его хуча времени правда а потом уже выпускать какие-то там апдейты то есть апдейтов нам я так понимаю с вами не дождаться просто не доживем и вот вопрос который я сам ставил под сомнение потому что он показался мне сильно странным но все же решил его задать это правда что иногда боты по ошибки начинают до степи рандомного пользователя вызывая у него ошибки и вылеты интернета которые кончаются только если связаться с создателем или через 10-12 часов нет конечно это не так работает это был ответ что именно тебя мотивирует на использование ботов ну для меня эти боты по большей части это изучение движка игры и улучшение собственных навыков программирования любишь ли ты сам тф2 и желаешь ли ей светлого будущего безусловно но моей влажной мечтой является популяризация киберспортов тф2 сколько хотя бы примерно на данный момент бота юзеров в мире на самом деле очень сложно ответить на этот вопрос так что я не знаю но по крайней мере могу с уверенностью сказать что больше пяти может быть даже десяти тысяч человек по всему миру окей а замечать ли хоть какие-нибудь попытки и подвижки вэлф к исправлению данной проблемы ответ недавнее обновление и так и теперь немного фристайл от меня говорю сейчас без сценария то есть что мы имеем в итоге вэлф фиксит ботов но в итоге ботов не станет меньше потому что эти чуваки надут еще больше багов в самой игре в ее движке и наступит полный крах даже если когда-то там выйдет крупный апдейт и без исправления анти чета они все равно не прекратят это делать и будут мешать людям выполнять новые контракты миссии и так далее потому что для некоторых из них это стало уже привычным типом игры по-другому они играть уже не могут знаете это как виагра что-то такое и также хотел сказать еще что какая-то новость вышла в брос произошел в сообществе it's secret to everybody которые недавно рассказывал там написали что типа якобы модеры кодеры могут сделать так чтобы менялась цветовая гамма на сервере какие-то скримеры вылетали на что мне вот этот вот юзер ответил что это полный бред и такого не может произойти чтобы такое сделать нужно просто взломать игру а такого на такое то если они не способны это хорошо как минимум так что поаккуратнее с выбросами да просто спасибо но вот как-то так вышло понимаю что новости вроде бы хорошие так как разраб все-таки пофиксил движок и для линукса и для мака не только для винды но вот только слова кодеров оставляют горький осадок я первым же делом в день фикса спросил у юзера пофиксились ли боты он спросил то же самое в телеге катхука насколько я понял и ему ответили что да но ненадолго так что расслабляться нам с вами не придется еще очень долгое время единственный совет идите на сервера сообщества особенно крейдер стеф потому что кто-то мне когда-то на ушко шепнул что крейдер стеф это такая такой проект на которые не будут вводить какие-либо читы и дудосить его не будут потому что у них есть то есть понимание того что это проект хороший и так далее что его трогать действительно не стоит так что могли можешь спать спокойно и на этом на сегодня все благодарю всех донатящих абсолютно спасибо вам огромное ребят за поддержку каждого для меня это вообще прям просто поцелуй в счетчику просто спасибо вам огромное ребят подписывайтесь на канал вступайте в группу в стиме и вконтакте всем удачи и до связи приколюшка в конце ну типа у меня уже не такое лето это хорошо